В этом году на Северском трубном заводе молодежная научно-практическая конференция проводится уже 19 раз. 162 заявки на участие подали молодые специалисты градообразующего предприятия. Сегодня на торжественном открытии их приветствует управляющий директор Северского трубного завода Дмитрий Марков. Дмитрий Всеволодович отметил, что новые идеи от молодых специалистов сегодня необходимы предприятию ИТМК. Я думаю, что это нам интересно, это раз. Интересно ли это им? Им, судя по глазам, да, можно так сказать, я увидел интерес во встречах с ребятами, понимая, что да, им интересно. И для них важно, чтобы их слышали, с ними разговаривали на равных, понимать их какие-то предложения. Пусть даже иногда ошибаются, это не страшно. Пусть ошибаются. Главное активность и главное вовлечение. Так что думаю, что всем интересно, всем нужно, всем удачи нам и успехов. Свои напутственные слова перед началом молодежной научно-практической конференции сказал исполняющий обязанности председателя правкома Сергей Скрунть. Участникам желаю получить максимальный результат от защиты своих докладов. Уверен, что участие в конференции откроет новые горизонты, новые для вас двери. Будьте в себе уверены, будьте настойчивы и тогда все у вас получится. Удачи в защите проектов, мы вас верим. В заводской конференции 16 секций и конкурс на лучшего молодого руководителя. Алексей Слепухин работает мастером в электросталеплавильном цехе. Постоянный участник научно-практической конференции. Становился лучшим молодым руководителем. В этом году принимает участие в сталеплавильной секции. Тема актуальная. Доклад будет о снижении себестоимости непрерывно литой заготовки, которую производит наш цех за счет, так скажем, изменения шифтовых материалов. Их удешевление. Ведущий инженер СПЦ Михаил Шмелев также неоднократно принимал участие в конференции. Признается, что это важное мероприятие для развития. Такие мероприятия необходимо проводить. Данное мероприятие является традиционным на Северском трубном заводе. В рамках конференции у активных молодых работников есть возможность заявить о себе, показать свои знания, умения, найти новых друзей, пообщаться, познакомиться. Лично я два раза принимал участие в молодежной научно-практической конференции. Максимальный мой результат – это второе место. Я и сегодня помню, насколько это интересно, волнительно, познавательно. В этом году конференция проводится с соблюдением всех мер профилактики против ковида, в том числе и масочного режима. Однако есть положительные изменения в организации. Конференция у нас будет проходить немного в новом формате, как было в предыдущие пандемийские годы. Наконец-то у нас будет торжественное закрытие МНПК, которое пройдет во Дворце культуры 26 мая в 15.00, где смогут присутствовать все участники. И интрига о том, кто занял, какое место будет сохраняться до самого последнего дня. Победители заводской конференции отправятся в город Сочи на форум «Горизонты», чтобы представлять Северский трубный завод уже на уровне ТМК. Игорь Соколов, Константин Миронов. Новости 11 канала. Продолжение следует...